В Польше беженцы требуют, чтобы украинский стал вторым официальным языком. Статья «Вы на СМИ» за 29 июля 2022 года. Пост украинского блогера вызвал ярость польских пользователей. Игорь Исаев заявил, что в соответствии с польским законодательством можно требовать, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше, ведь сейчас почти каждый третий житель крупных польских городов – это украинец. В статье, опубликованной в газете Выборча, приводятся результаты исследования, согласно которому каждый третий житель крупных польских городов – украинец. Ситуация наглядно продемонстрирована на примере Вроцлова. В мае в городе проживало 250 тысяч украинцев. По данным авторов доклада, население города составляет около 900 тысяч человек. Украинский блогер Игорь Исаев так прокомментировал статью. Закон о национальных меньшинствах разрешает введение второго языка, а также двуязычных вывесок в регионе, если там проживает не менее 20% представителей данного меньшинства. У нас нет толкования, как это относится к эмигрантам, хотя в законе об этом прямо не говорится. Тем не менее, в больших городах Польши мы уже можем бороться за то, чтобы украинский стал вторым официальным языком. Пользователи Фейсбука, запрещенного на территории России, разразились гневными комментариями. Молодежь короны. Польша была, есть и будет белокрасной. Никогда не сине-желтой, а тем более черно-красной. Поляки помогают вам, но мы не позволим вам царствовать здесь, как у себя дома. Роберт Сикьерко, я конечно приветствую разнообразие, оно обогащает, но эта радость в контексте военного конфликта очень странная. Слава Кендра, без фанатизма иммигранты должны учить польский язык. Ева Дзядаш, это слышно, я вчера вечером шла по островскому рынку и была слышна только украинская речь. Кацпер Кнысок, возвращайтесь к себе. Михаил Володеевский, Если бы украинцы, так называемые бандеровцы, бульбаши и так далее, не убивали массово поляков на территории нынешней Украины, то поляков было бы больше, чем самих украинцев на всей Украине. Ян Ковальски, успокойтесь, вас уже один раз вывезли из Польши, и кстати, вы начинаете все больше и больше чувствовать себя комфортно не у себя дома. Роман Стахович, интересно, нравится ли это жителям Вроцлова? Сомневаюсь. Кароль Крувчинский, Когда Вроцлав будет объявлен староукраинским городом? Стефан Томпсон, Если вы решили выбрать Польшу в качестве дома, почему вы хотите украинизировать ее, а не просто полностью ассимилироваться? Анна Ковальская, Отвратительное лицемерие. В Украине годами искореняли русский язык, хотя огромная часть населения была русского происхождения или русскоязычной, а здесь он требует каких-то привилегий. Мальчик Катыня, Да ему палец отхватит руку. Не мы должны приспосабливаться к вам, а вы к нам. И все, что я вижу здесь, это требование. Дай, сделай, это неправильно, это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно. И все же вы просите нас учить украинский язык. Кажется, у тебя поехала крыша. Мы уже сыты вами, досыта. Петр Мурдзия, Создается впечатление, что вы искоренили русский язык в своей стране, несмотря на миллионы его носителей, а теперь вы хотите использовать украинский язык в нашей стране. Выбросьте это из головы. Марта, Марта, Я не понимаю повода для гордости. Вы покинули свою страну под предлогом военного конфликта и хотите украинизировать Польшу? Ни за что. Патрик Челинский. Знаете, за что вы и ваши сограждане можете бороться? За свою страну. Когда вы находитесь в Польше, вы должны говорить по-польски или, возможно, по-английски. За границей очень хорошо видно, как эти бедные молодые украинцы борются за свою страну и как они заботятся о своей стране. Как вам не стыдно? Деятельность мета, соцсети, фейсбук и инстаграм запрещена в России как экстремистская. В Польше беженцы требуют, чтобы украинский стал вторым официальным языком. За что боролись поляки, на то и напоролись.